МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала программа калейдоскоп. Наконец-то началось лето, пора отпусков и каникул. Но это не значит, что культурная жизнь нашего города тоже отправится отдыхать. Еще больше ярких праздников, знаменательных событий, интересных проектов. И обо всем этом в нашей программе. Ну а начнем мы нашу программу с рассказа о новых выставках, которые открылись в нашем городе на минувшей неделе. Так, в Музее истории молодежного движения начала свою работу совместная экспозиция художника и архитектора. Похоже, эта выставка посвящена самым разнообразным пересечениям. Пересечениям различных видов искусств, различных линий, которые рождают архитектурные шедевры, а также пересечению судеб авторов этой выставки Владислава Кирпичева и Владислава Жиденко. По сути, то, что сегодня могут увидеть рязанцы, часть выставки, которая совсем недавно экспонировалась в Москве. Теперь же немного в усеченном виде она приехала в наш город. Она была посвящена одному дню 1984 года, когда мы познакомились с Кирпичевым. И еще у нас был фотограф Кулебякин, который не смог свои работы сюда привезти. Небольшие, тяжелые. И, собственно говоря, это дань тому времени и тому, что мы до сих пор дружим и последим друг за другом, за своим творчеством. На самом деле, такая выставка должна была быть наполнена уже такими связями, которые должны передаваться другим людям. То есть она атмосферная. То есть она сама по себе уже выставка произведения искусства. Владислав Кирпичев, довольно известный в профессиональной творческой среде художник, профессор архитектуры и основатель экспериментальной детско-архитектурной студии, к сожалению, на открытии выставки не смог приехать. Не найдем мы здесь и его произведений. Зато на выставке представлены работы воспитанников архитектурной студии. Там, собственно говоря, даются все навыки, которыми должен был отдать архитектор. То есть дети, закончившие эту школу, без экзаменов принимаются в архитектурный институт. Ну, по сути дела, они очень многие уже умеют то, что даже выпускники архитектурного института до сих пор не умеют. Их также берут из-за границы охотно. Они показывают свои портфолио. Америка, Англия и все остальные страны с удовольствием их берут. Многие уже работают архитекторами, уже довольно-таки известные люди, и карьеры многие сделали. Так что архитектура, по словам Кирпичева, я ему склонен доверять, что это все. Потому что это синтезирующий вид творчества, который включает в себя все виды искусства. Владислав Жиденко, второй автор выставки, сам себя называет свободным художником. Для творчества еще в студенческие годы он избрал весьма скромный материал – шариковую ручку и обычную бумагу. Это тоже случайность, тоже такое же пересечение. Когда-то, ну, учась в школе и в институте, то есть я все время находился не совсем там, где, может быть, должен находиться, то есть там на лекции. Мне не хотелось писать лекции, я рисовал. В руках шариковой ручкой, как правило. И для того, чтобы никто не видел, чем я занимаюсь таким хулиганством, я как бы, вроде бы, как я пишу лекцию, а на самом деле я рисую. И вот вырабатывается, потихонечку, видно, своя техника отрабатывалась. До 88-го года Владислав рисовал довольно активно, а потом в его творчестве случился весьма длительный перерыв. Сейчас у него вновь начали появляться новые работы, которые жители Рязани могут увидеть в Музее молодежного движения на выставке «Пересечение». В День защиты детей в галерее «Переулок счастья» открылась выставка детских работ, наполненных не по-детски глубоким смыслом. Галерея «Переулок счастья» похожа на сундучок с сокровищами. Его владелица Кира Рязанова старается выставлять здесь работы, сделанные художниками не только талантливо, но и с любовью. И вот среди них оказались и произведения детей из художественной студии «Калибри». Изначально галерея создавалась для того, чтобы привлечь сюда светлых художников, которые у нас слоган «Галерея» «Приносим радость, дарим счастье». И вот именно ощущение от работ художников такое, что радость приходит. И кто, как ни дети, дарит эту радость. Вообще, по сути, ребенок дарит радость. А когда он так самоурожается, то это вообще, я думаю, что любому человеку принесет необыкновенную радость от общения с этими работами, с детьми, с их внутренним миром. Главной темой этого учебного года в студии «Калибри» стал человек. Пытаясь изучить его прошлое и понять настоящее, дети создавали работы, которые и составили выставку «Любовь и трубадуры». Мелкая пластика в технике папье-маше из серии «Персоны и актеры» сделана руками старших ребят. И если зритель не просто пробежит по выставке, а остановится и задумается, вполне возможно, он погрузится в философские размышления. Здесь, например, у Андрея и Никиты Базаевых очень философские работы. Одна из них, двое сидящих в одной ситуации, попавших в кораблекрушение, но один персонаж с надеждой смотрит вдаль, а второй, отчаявшись, закрывает голову руками. То есть вот как мы порой, находясь в одной и той же ситуации, ведем себя совершенно по-разному. Когда у нас родители посмотрели, они сказали, что вообще, наверное, это качество одного человека. Мы и те, и другие порой бываем даже в одной и той же ситуации. Здесь мы увидим гордыню, которая примеряет маску милосердия, мечту, мчающуюся на золотой рыбке вдаль и даже укротителя внутренних драконов. Мне кажется, каждому тоже можно поучиться у этого персонажа. У нас целая история есть к этой роли, когда человек не разговаривал, потому что внутренний дракон говорил вместо него. Ну а когда однажды он влюбился, то понял, что пора побороть своего дракона, чтобы дама сердца увидела его добрую душу. И он вызвал его на бой. Ребята помладше представили на этой выставке работать довольно непростой технике батика, требующей от ребенка огромной кропотливости и аккуратности. Главное, что воспевается в их произведениях храбрость и любовь трубадуров. Мимо любви, наверное, пройти невозможно. Только здесь любовь не та, которая... физическая любовь, а это платоническая, духовная любовь. Потому что трубадуры были романтики, лирики. Они воспевали даму сердца, которая никогда физически бы им не принадлежала. Это более старшая, старше их другого сословия, замужняя дама. Но им обязательно она должна была быть, как далекая звезда, которая наполняла смыслом их жизнь, их подвиг, давала силы победить и дракона, и в чем-то и самого себя даже. Педагоги студии «Калибри» ставят своей целью не просто научить ребенка рисовать, но и посредством искусства открыть для себя и окружающих этот мир. Наверное, именно поэтому работы этих детей такие необычные и по-взрослому глубокие. Напомним, что познакомиться с ними вы сможете, посетив галерею «Переулок счастья». Во все времена ГОС считался стандартом качества. И сегодня в нашем городе работает объединение с таким названием. В него входят настоящие профессионалы, способные из любого, даже самого непримечательного события сделать праздник. Ребята решили показать, на что они способны, и организовали конкурс «Пара ГОСТа». Сегодня целью большинства существующих конкурсов является победа одного конкретного лица. Профессионалы ГОСТа решили отойти от этой эгоистичной модели и организовать конкурс, в котором были бы задействованы двое. Это могла быть просто крепкая пара или же люди, уже вступившие в законный брак. Цель проекта – вырвать его участников из некой рутины, которая так или иначе присутствует в жизни каждой семьи, и подарить им яркий праздник. Для того, чтобы принять участие в нашем проекте, любая влюбленная пара должна выбрать самую красивую совместную фотографию, написать вкратце, либо очень подробно, даже по желанию, историю своей любви, своих взаимоотношений, прислать все это на специально организованную почту. И, собственно, таким образом, они становились участниками нашего проекта. Дальше в игру вступали друзья и родственники этой пары. Друзья друзей, знакомые и незнакомые. Цель – набрать наибольшее количество голосов. И уже из пяти финалистов сами организаторы путем личного голосования выбирали пару победителей. Многие организаторы, наверное, выбирали самую красивую историю любви. В первую очередь, это раз. И второе, мы как организаторы, мы очень хорошо и видим, насколько супруги поддерживают друг друга в этом конкурсе, насколько участвуют мужья, так как, ну, по сложившейся традиции, все-таки девочки больше хотят участвовать в конкурсах, но у нас даже некоторые мужчины и заявки присылали, как ни странно. Вот. И мы смотрели по совокупности, то есть насколько семья слаженно работает, да, там, как они друг друга поддерживают, как они набирают поддержку своих друзей, родственников, знакомых. И вот по совокупности мы выбрали ту пару, которая нам показалась самой результативной, самой красивой, самой романтичной. И объявляемых победителями объявили уже. В этом месяце ими стали Наталья и Константин. Вместе они уже 12 лет. Счастливая совместная жизнь, двое замечательных детей. Для своих друзей они являются образцом семейного счастья. В чем же их секрет? Секрета, в принципе, нету. Все как у всех. Нужно пытаться поддерживать друг друга, любить друг друга, слушать друг друга. Без этого как бы никак. И немножечко хотя бы иногда друг другу уступать. Тогда все будет хорошо. В этой паре действительно умеет уступать. Ведь далеко не каждый мужчина согласится участвовать в подобном конкурсе. А вот у Константина не возникло возражения, когда жена подошла к нему с подобным предложением. Дорогой, я решила поучаствовать в конкурсе. И я очень хочу, чтобы мы там победили. И все, это было ключевое. Нет, я все понял, сказал, сделаем все, что будет возможным. Мужчина сказал, мужчина сделал все возможное и невозможное. Они победили и сегодня находятся в центре внимания, в центре праздника, который устроили организаторы. Поздравления, съемки и, конечно же, подарки. Шикарные вечерние платья, букет цветов и авторское нижнее белье от Мирты Велес для Натальи. Удивительный дизайнерский торт и сладкий фуршет для всех гостей. А также поездка на базу отдыха для двоих. Большую часть организаторов держали в секрете. То есть для меня до сих пор сюрпризом, что будет дальше. И какого цвета будет платье, как оно будет выглядеть. Но я на самом деле в восторге. Это превзошло все мои ожидания. Мне кажется, я выгляжу как, я не знаю, как золушка, но при этом современно и очень-очень классно. То есть я даже не ожидала такого. На этом конкурс не заканчивается. Он рассчитан на полгода, так что вы еще можете успеть стать его участниками. А в ноябре состоится большой праздничный гала-ужин, в котором примут участие шесть пар победителей. Конечно, все это было бы невозможно без поддержки партнеров. Но все подробности этого конкурса вы сможете узнать благодаря информационным спонсорам, в числе которых наш телеканал и новое радио. Его представители также вручили паре победителей приз. И наверняка на 104,5 FM вы еще не раз услышите об этом удивительном конкурсе. Еще один проект, заслуживающий особого внимания – Институт благородных невест. Чему, где и как обучают, расскажем в следующем сюжете. Не просто подготовить девушек к свадьбе и рассказать, как сделать этот день незабываемым, но и помочь им правильно выстроить отношения в семейной жизни. Именно такую задачу поставила перед собой автор проекта Институт благородных невест Юлия Гавердовская. Свадьбу-то мы сделаем на 5 с плюсом и даже на 8 с плюсом. А к семейной жизни девочек никто не готовит. И, как говорится, после свадьбы начинается самое интересное. Вот я расскажу о тонкостях взаимоотношений, о моментах, когда появляется ребенок, о том, что делать, как расставить приоритеты, как общаться в семье, чтобы сохранить мир покоя и отношения на долгие годы. Юлия Гавердовская является организатором и ведущей свадеб уже на протяжении многих лет. Так что на ее стороне опыт и команда профессионалов, сложившиеся за годы работы. Но помимо этого Юлия – любимая и любящая жена, а также мама троих детей. Сами понимаете, в этой связи ей тоже есть чем поделиться и чему научить. Кроме того, на небольшой обучающий курс Юлия пригласила лучших из лучших. Это люди, также занимающиеся организацией торжеств и те, кто способен дать полезный совет. Среди них стилист Ирина Челпаченко. Я могу дополнить и посоветовать девушкам, как выглядеть красиво. То есть это и цитотипы, типы фигур, стилистика, какие-то приемы, секретики, как подчеркнуть достоинства, может быть, какие-то нежелательные элементы в образе скрыть. Ну, то есть все направлено на красоту, на радость, на счастье. О красоте и здоровом образе жизни рассказал еще один гость – фитнес-тренер Павел Кистенев. Причем не только рассказал, но и поделился с девушками рецептом вкусного и полезного коктейля. В общем, приглашенные мероприятием остались довольны. Со свадьбе некоторые вещи можно было где-то узнать дополнительно. А именно о семье была такая информация, которую больше я нигде не слышала. И навряд ли можно было ее еще где-нибудь прочитать. Это было очень информативно и очень интересно. Да, из личного опыта, когда рассказывают, это гораздо больше полезно, чем просто где-то прочитать в книжке. Это мероприятие можно назвать пробным. Впереди же нас ждет продолжение проекта. Институт благородных невест. На сегодня это все. Мы увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова